Детский сад открыли, но контроль по-прежнему продолжается за работой учреждения. Пока дети пребывают здесь в течение нескольких часов, идет апробация, а строители устраняют недостатки, выявленные в ходе пуска наладки. Я очень жестко поговорил с коллегами. Поэтому пусконаладка это непростой процесс в любом детском садике, в любом объекте. И надо, конечно, нам больше контроля и внимания уделять. Они это поняли. Состоянием инженерных сетей беспокойны жильцы дома номер 8 на улице Талсинской в Щелкове. По их словам, трубы текут регулярно. Дому нужен капитальный ремонт. К тому же не устраивает работа местной управляющей компании. Мы платим. У нас практически ежедневно, еженедельно идут порывы труб. У нас в ужасном состоянии подвал. Дом 72-го года. 44 года. Но его никто не включает в капремонт. Мы пришли к тому, что дом включили в план капитальных ремонтов на 2017 год. И по всем инженерным сетям будет проведена капитальный ремонт. На общую сумму работаете? Порядка 7,5 миллионов. Также руководитель районной администрации осмотрел улицу Космодемьянскую. Не раз в социальных сетях ему поступали обращения от жителей, связанные с ремонтом тротуаров и дороги. Дело в том, что подрядчик работу выполнял некачественно, поэтому процесс затянулся. Однако Алексей Валов заверил, к концу октября условия для комфортного передвижения по улице будут созданы. Теперь он понял, подрядчик, что в любом случае надо будет делать качественно и будет делать качественно. Понимаю, некомфортно. Жителям ходить, надо же на каблучках, там девушки, чтобы ходили, чтобы мама, папа коляски катали. Понимаем, что это неудобно. Но в любом случае качество не должно страдать. Дарья Заснегова, Александр Оржевский, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».